Почему у ели голубой, побег зеленый? Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы расходили вот двух-трехлетние сени, но здесь в основном трехлетка. Видите, побег у нее идет зеленый. Если присмотреться, то хвоя у нее голубоватая, сизоватая. Ну смотрите, кто получил посылки осенью, да? Ой, весной, извиняюсь. И вы посадили, и сейчас у вас идет побег зеленый, не пугайтесь, к осени она наберет, наберет свет, представляете? Сейчас очень трудно, она борется и корневую пытается нарастить, и тут же идет побег. Для чего? Для этого и нужно нам, в принципе, притенение, чтобы эти молодые нежные побеги не погорели, понимаете? Вот у нас притенение, опять я в каждом видео почти показываю, что... Ну вот притенение у нас, в принципе, вот вы как видите полностью, солнце стоит в зените очень хорошее. И прямые попадания лучей солнца, они могут за час сгореть, вот эти побеги могут гореть за час. Поэтому не пренебрегайте притенением и обязательно притеняйте. А к осени у вас будет голубая ель. Она наберет свет, наберет все. Ну у нас точно будет она голубая. Посмотрим потом, какая она будет. А сейчас пройдемте посмотрим, какая ель голубая и ель зеленая тоже дала побегу. Вот все саженцы чуть побольше, они видно, что здесь и цвет у побега намного такой голубоватый. Но все равно, там, значит, корневая хорошая и все идет нормально. Ну, я думаю, в принципе, вам ясно, что не пугайтесь. Зеленая ель, вот у нас, вот она тоже идет. И вот она тоже дает побеги. Тоже они такие же нежные, тоже она приживается. Тоже видите, где-то и болеет чуть-чуть, ничего страшного в этом нету. Побеги идут и все будет хорошо. Корневая она растит и хорошо они выйдут. И опять же, если можно видеть, у нас здесь опять везде притенение. А теперь пойдемте однолетку посмотрим. Вернее уже к концу осени она будет считаться двухлеткой, потому что тень считается по летам, то есть вегетативный период, у него два вегетативных периода, значит два года есть. Вот у нас одна леска, которая была рассеяна в прошлом году. В прошлом году, вот у ней побег, видите какой, да? Очень нежный и очень... А хвоя внизу, если можно видеть, то она голубенькая. Поэтому не переживайте, эта хвоя будет такая же голубая. Там у нас, как можно видеть, там побольше. Здесь вот сосны даже попались некоторые семена, наверное. Да, так кажется, если приблизить, вот, можно увидеть, что она там вся голубая. Внутри хвоя у нее. И, ну, это уже прежитая, как бы она год уже тут. У нее хорошая корневая, ей не надо бороться с наращиванием корневой. И все равно побег зеленый. Ну, поверьте мне, к осени все будет голубое, голубым цветом. У нас это точно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок